Я очень люблю свой бизнес. Кельвин Эйре одним из первых сообразил, что интернет может приносить огромные прибыли. 47-летний бизнесмен, родившийся в Канадской провинции, сейчас наслаждается обществом прекрасных девушек и живет в роскоши. Онлайн-казино принесли Кельвину миллиардные прибыли. Он угадал счастливое число. Я делаю деньги на страсти человека к азартным играм. Играйте в покер. Покажите свое мастерство миру на нашем сайте. Компания Кельвина Будок — настоящий рай для игрока. На сайте можно посетить виртуальное казино, сделать ставку практически на любое событие и посмотреть трансляцию спортивного поединка. Чем крупнее мероприятие, его зрительская аудитория, тем больше прибыль. Петербург, Россия. Кельвин Айро устраивает крупнейшее спортивное шоу в своей карьере. Бои без правил. Включить ринг, отключить прожекторы. Приготовь, Сандра. Трансляции через интернет приносят огромные прибыли. Счет идет на миллионы долларов за один показ. Кельвин привлекает пристальное внимание публики и поэтому должен выглядеть соответственно. Посещая мероприятие, откуда ведется телетрансляция, я обязана одевать дорогие вещи, причем абсолютно новые вещи. Сейчас на мне одежда, собранная со всего света. Ботинки из Англии, остальное Берлин, Амстердам. В сумме наберется примерно 45 тысяч долларов. Властяк Кельвин назначил на сегодня не одно, а целых два свидания. В личной жизни для меня сейчас нет ничего важнее девушек. Познакомьтесь, это Фаня, она управляет делами и следит за моей внешностью. Вон там на диване Ольга, по профессии она фотомодель. А там в уголочке Любляна, она также модель. Скажу честно, моя жизнь лишилась бы смысла, не будь ней таких красивых девушек, постоянно оберегающих меня. И мне нравится так жить. Магнат Кельвин Айре придаёт огромное значение своему имиджу. Обладая состоянием в 2 миллиарда долларов, Кельвин требует только лучшего и получает его. Даже если оно у него есть. У меня много часов, например, Cartier. Но сейчас хотелось бы чего-то выдающегося. Мечта особенно именно. 18-каратное белое золото и росы бриллиантов. Красиво. Надо отрегулировать ремешок, но часы смотрятся отлично. Рекомендую. Часы Шопер с плавающими бриллиантами стоимостью 40 тысяч долларов. А правда, что эти бриллианты гипнотизируют женщин? Да, они их любят, что ж. Надо подумать над этим, я весь в раздумии. Очень сложный выбор, но... Все же я выбираю вот эти часы. Я считаю, что имена не будут подчеркивать мою индивидуальность. Маркаешь аппарат лично подходит для этой цели. Это яркие и броские часы. Большое вам спасибо, сэр. Спасибо вам. Здесь ваши часы и чек. Я часто задумываюсь над тем, каким образом во мне произошла такая перемена. Я шотландец, провел детство на ферме, где научился экономии. Ведь у нас было натуральное хозяйство, и нам не приходилось тратить деньги. Кельвин всегда помнит о своем происхождении. Я родился и вырос в Канаде, на маленькой ферме среди свиней и кур. Каждое утро я просыпался на час раньше городских мальчишек, чтобы накормить домашний скот, убраться во дворе. Часто я приходил в школу в испачканных навозом ботинках, что вызывало насмешки. Моя семья была бедной, отец всегда говорил мне, что самое главное достижение в жизни – это собственное дело. Даже неважно, приносит оно доход или нет. Человек должен стать хозяином своей судьбы. С юных лет я был готов к тому, чтобы работать только на себя. Начало Кельвина разрабатывал сайты букмекером, но семь лет назад открыл свой бизнес. И я думаю, что при надлежащем везении в раскрутке игрового сайта я смогу устроить свою жизнь, иметь достойный заработок и даже скопить пару миллиончиков к старости. Бог мой, как я ошибался. Первоначальный капитал компании Voodoox составлял 10 тысяч долларов. Как дела? Спасибо, все хорошо. Курите сигары? Конечно же. Сегодня Voodoox принимает ставки на сумму 7,5 миллиардов долларов в год. Эти сигары предназначены для настоящих мужчин, верно? Точно. Voodoox – это онлайн-казино. Каждую секунду на сайт заходит пользователь. Кельвин не азартен. Он вкладывает свои сбережения в недвижимость. Когда приходится тратить деньги, то я предпочитаю покупать дома. Мне нравится архитектура, я люблю разрабатывать дома на свой вкус. Наличие тренажерного зала обязательно. Мое жилище должно быть комфортным. Я очень люблю проводить время на этой прекрасной вилле, расположенной на острове Антигуа в Карибском море. Это мой основной дом. И если повезет, то я провожу здесь 4 недели в году. Пройдем на кухню и познакомимся с моими изумительными женщинами. Без них невозможна жизнь в этом буддийском храме. Это Кармен. Она готовит еду и постоянно живет здесь. Это Габи, которая занимается неизвестно чем. Она постоянно с нами. Изабель, Флора и подруга Флоры. Я еще с ней не знаком. Я владею недвижимостью по всему миру. В Канаде у меня есть дом и раньше на 150 акров. Там живет симпатичный ослик по кличке Аннабель. Признаю, что приобретение недвижимости – моя страсть. Владея пятью домами по всему миру из-за своей занятости, Кэлвин редко обитает в них. Вся его жизнь проходит в отеле. Это президентский номер в гостинице «Амбассадор» Санкт-Петербург. Я не знаю, сколько стоит этот номер. Я редко смотрю на цены. Например, недавно я покупал вещи в бутьке «Дольче Габбана». Так продавцы были просто в шоке, когда я приобретал ту или иную вещь, не интересуясь ее стоимостью, я брал то, что мне нужно. Сейчас Кэлвин хочет купить самолет. Лизинг ему уже не подходит. Я покупаю «Фалькон 7Х» компании «Дассо». Это новинка. Самолет уникален, мне пришлось ждать его в очереди три года. Тетреактивный самолет обойдется мистеру «Айрэш» 45 миллионов долларов. Салон будет переделан в спальную комнату, где свободно могут разместиться 8 человек. Я буду жить здесь. Кэлвин заработал 2 миллиарда всего за 6 лет. Он настолько богат, что нуждается в надежной охране для себя и своих близких. Только на зарплату моим охранникам приходится тратить 30 тысяч долларов в месяц. Количество телохранителей зависит от криминогенной обстановки в стране пребывания. Сегодня вечером в Петербурге пройдет титульный бой за звание чемпиона мира. Кэлвина сопровождает милицейский эскорт. На мероприятии присутствует почетный гость. Президент России Владимир Путин. Также к нему присоединится Жан-Клод Ван Дан. По разному можно оценивать деятельность Путина, но у него огромное влияние по всему миру, и для меня большая честь, что президент посетил шоу. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. Россия, добро пожаловать на бой! Благодаря своему успеху Кельвин приобрел богатых, известных и влиятельных друзей. Его рост — метр девяносто, а вес — девяносто два килограмма. Чтобы стать успешным бизнесменом, необходимо уметь рисковать. Некоторые ужасно боятся проиграть. И вот в чем парадокс. На свете полным-полно людей, которые гораздо умнее меня. А в их головах таятся грандиозные планы. Но они страшно боятся брать на себя ответственность. Боятся рисковать. Изумительный вечер. Просто невероятный. Шоу принесло компании «Будок» миллионы долларов прибыли. Я с уверенностью смотрю в будущее. Бои без правил пользуются огромной популярностью, и Кельвин отмечает свой очередной успех в излюбленном стиле. Устраивать вечеринки — мое призвание. Не стоит жалеть деньги на развлечения. Разумеется, когда у тебя куча денег, то жить становится гораздо проще. Есть такая старая шутка. Тот, кто говорит, что не в деньгах счастья, просто никогда их не имел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова